Возведенное в 1912 году здание Русско-Азиатского банка располагается на пересечении главных улиц Иркутска, Ленина и Карломаркса. Это здание имеет высший в России статус, памятник федерального значения. Вот только недавно балкон этого памятника пришлось подпирать вот такой вот конструкции, чтобы куски штукатурки и лепнины не падали на прохожих. А это вид с того самого балкона. На него выходит кабинет кардиолога. Поликлиника в историческом здании, где в 1919-м заседало правительство Колчака, разместилась 90 лет назад. Остроили дом в стиле модерн для иркутского филиала Русско-Азиатского банка по проекту архитектора Калиновского. Это было новое слово в архитектуре Иркутска. Подчеркнутая асимметрия, причудливые абрисы куполов, огромные окна разных форм и строгий, но изысканный декор. Сейчас к медучреждению прикреплены 20 тысяч пациентов. Ежедневно по этой лестнице поднимаются сотни человек. И кажется, они уже не замечают роскошных деталей интерьера, которые к тому же перегорожены пластиковыми кабинами. Так старинные залы поделили на кабинеты специалистов. Но по зданию пошли трещины. Оконные рамы прогнили, а изысканный лепной декор теперь огорожен лентой. Находиться рядом опасно. Нельзя говорить, что здание в аварийном состоянии. Ни в коем случае. Мы лишь говорим о том, что существует опасность обрушения элементов декора. Ремонтом простым не ограничиться. И нужно действительно проводить комплексную реставрацию так называемую. Третья больница, в чьем ведении сейчас находится поликлиника, подготовила смету на консервацию. Но не всего памятника, а только разрушающихся элементов. Было принято решение разработать проектно-сметную документацию по укреплению или защите разрушающихся тех объектов и оставить поликлинику в данном месте. Поэтому на сегодняшний день проектно-сметная документация находится на экспертизе. Так что пока медучреждение останется на своем историческом месте. Министерство здравоохранения региона будет настаивать на строительстве в центре города нового здания поликлиники, соответствующего требованиям СанПИН. Тогда памятник освободится от многолетней медицинской нагрузки и, возможно, обретет новую жизнь после реставрации. Марина Виклемишева, Александр Барановский. Новости сейчас.